Всем привет! В эфире Матрица, первая в Центральной Азии молодежная программа, рассказывающая об интернет-сервисах, гаджетах и людях, которые все это придумывают и используют. В студии Алена Цихоцкая и Дания Ардаутов. Смотрите сегодня в программе. Место встречи изменить нельзя. Или БИФ собирают лучшие умы интернета Центральной Азии. В Алматы прошел большой интернет-форум. Какая связь между стимпанком и гравировкой? Или как занять свободный вечер с пользой для телефона и ключей? Гравировкой в домашних условиях занималась Евгения Савенкова. Автостопом по галактике или как полететь в космос с помощью интернета? Смотрите в сюжете Олега Болдырева. Надо бы нам апгрейд сделать. Чего сделать? Ну апгрейд, сменить планшет. Вон в ноябре уже стартовали продажи нового iPad Air. Знаешь, я тебе так скажу. Как говорят, старый друг лучше новый двух. Я вот сегодня новости смотрел, и там про такой случай рассказывали с твоим iPad Air. Какой случай? Ну вот, посмотри. Новый продукт от Apple взорвался прямо в магазине. В Австралии случился неприятный для Apple инцидент. Планшет, стоящий на зарядке, загорелся прямо в магазине. Пожар был потушен, и, к счастью, никто не пострадал. Место происшествия – Камберра. СМИ не сообщают, о какой именно модели планшетного компьютера iPad идет речь. Судя по обугленным останкам, это не iPad Air, а гаджет предыдущего поколения. Мобильные девайсы с литиевыми аккумуляторами взрываются не впервые. Аналогичные события происходили и с устройствами Nokia и Samsung. Для Apple подобный инцидент – мелкое недоразумение, особенно с учетом темпов продаж планшетных компьютеров Apple iPad. Узнать, кому не нравятся ваши фото, теперь предлагают социальные сети. Долгожданной кнопкой «Дизлайк» может похвастаться социальная сеть «Одноклассники». Теперь пользователи могут более точно голосовать за фотографии. Кнопка представляет собой большой палец, указывающий вниз. Помимо такого, порой очень полезного новшества, появились такие кнопки, как «Красное с сердцем» для фотографий, которые очень нравятся, «Оранжевое с котенком» для показателя мимимишности, «Фиолетовое с рукой» показывающий козу для самых крутых и «Зеленое с зевающим человечком» для крайне скучных фото. Что ж, будем ждать такие приятные нововведения и в других социальных сетях. Умные телефоны, часы, а теперь и носки. Впереди новогодние праздники. Многие женщины уже ломают голову над тем, что подарить своей второй половинке – брату или отцу. Но в этом году пара носков сможет действительно порадовать мужскую часть населения. В продаже выпущены умные носки «Блэк Сокс». Звание умных они заработали возможностью говорить о своем местонахождении. При помощи встроенного маячка они связываются с вашим телефоном через блютуз. Специальное приложение определяет, какой носок правый, а какой левый. И в случае потери одного из них, ваш телефон точно определит, где он находится. А также подсчитает, сколько стирок прошло с даты покупки и достаточно ли носок черный. Если телефон решит, что носки выцвели, он предложит купить вам еще пару таких интеллектуальных предметов одежды. Стоимость полезной новинки – 200 долларов за 10 пар. Личный доктор теперь может сопровождать человека повсюду. Toshiba выпустила очередную полезную новинку под названием «Силми». Устройство представляет собой миниатюрный интеллектуальный датчик, считывающий параметры вашей жизнедеятельности. Прибор размером 1,5 на 1,5 см крепится к телу и способен считывать и передавать по беспроводной сети такие показатели, как пульс, частота дыхания, температура тела, кардиограмма и многое другое. Производители же обещают, что цена за прибор будет доступной, особенно учитывая то, сколько он способен сэкономить на походах в клинику. Ну а еще больше новостей вы узнаете на нашем сайте matrixdeficia.tv Или подписывайтесь на нас в Твиттере. Вот ссылка. Во! Очередная конференция. Слушай, вот я не понимаю, кто туда ходит? В каком смысле? Между прочим, конференции — это всегда много интересного и полезного. Ну, не знаю, вот сколько я был? Да ты просто не там был. Вот я недавно была на большом интернет-форуме. И скажу тебе, что там реально интересно и даже весело. Люди танцевали прямо в коридоре. Ну вот ты точно, Ален, знаешь, как оказаться в нужное время в нужном месте. Конечно, знаю. Но если серьезно, то такие конференции очень важны для развития центрально-азиатского интернет-пространства. Сейчас расскажу, почему. Где можно встретить мировых интернет-гигантов, таких как Google, Mail.ru и других? Конечно, на международных интернет-конференциях. Именно они помогают отечественным специалистам перенимать опыт от зарубежных коллег и находить партнеров. Мы стараемся где-то раз в год приезжать на те или иные мероприятия. То ли, например, на казахстанскую неделю интернета, вот в 11-м году, в 12-м году, в этом году здесь. Нам интересен рынок, он растет, развивается, как бы интерес к социальным сетям, интерес к интернету растет. Вот вкратце, почему мы тут. Из самых известных интернет-мероприятий, которые состоялись в странах Центральной Азии за последние годы, можно отметить Кит-форум в Кыргызстане. Он является крупнейшим событием в сфере информационно-коммуникационных технологий республики. Именно там обсуждаются проблемы информационных технологий Кыргызстана и пути их решения. В Таджикистане ежегодно проводится форум DCA, где собирается цифровая молодежь со всей Центральной Азии. Целую неделю специалисты из разных стран делятся опытом и читают мастер-классы. А самые продвинутые молодые люди могут рассказать и о своих проектах по применению открытых технологий для развития. В Казахстане в ноябре прошел очередной большой интернет-форум BIF. Чаще всего организаторы таких конференций преследуют одну цель – привезти в страну гигантов мирового интернета из-за рубежа для обмена опытом и для того, чтобы наш с вами интернет был намного полезнее и интереснее. Большой интернет-форум планировала, я именно концепт закладывала, привлечь сюда качественных спикеров. Большой интернет-форум я хочу проводить на постоянной основе, но как раз-таки его будет, как говорится, основная составляющая. Это качественный контент. Плюс ко всему на таких конференциях успешные интернет-личности обсуждают очень важные социальные вопросы. Например, в этом году обсуждали, как защитить детей в интернете. 100 спикеров, потом две дискуссионные панели. Вот одну панель мы провели сегодня – это безопасность детей в интернете. Да, панель очень актуальная, интересная, куда были приглашены и представители министерств. Вот они были у нас, и генеральная прокуратура была. И это не просто обсуждение, это не только разговоры. В современном интернете уже есть много способов защиты детей, и об одном из них рассказывали представители социальной сети – одноклассники. По их словам, именно эта социальная сеть на данный момент является самой безопасной. Есть даже миф о том, что в одноклассниках совсем нет никаких детей. Они есть, просто другие их не видят. Внутренние механизмы поиска настроены таким образом, что вы, как взрослый человек, не можете найти ребенка младше 14 лет. Мы намеренно это делаем, чтобы никакие взрослые никаким образом не искали аккаунты детей, не коммуницировали, и мало ли, чтобы что-то не случилось. Сотрудничество отечественных и зарубежных специалистов не ограничивается самой конференцией. В дальнейшем, после знакомства, они также поддерживают связь и ведут совместный бизнес. Много очень коллег, уже есть интерес, есть уже связи, запланированы встречи и так далее. Так что, если вы молодой и продвинутый, то вам просто необходимо ходить на интернет-конференции. Тем более, что там не только можно найти партнеров, набраться опыта, но и отдохнуть и развеяться. В следующий раз на конференцию я иду. Фот как? А меня с собой возьмешь? Ну, могу взять. Ты будешь работать, а я буду заниматься тем, что умею лучше всего. Даник, ты что, с ума сошел? Ты что делаешь? Алё, все нормально. Я просто хочу на затмение посмотреть. Ну вот что это за топотопные замашки из детства? Ты мне объясни. Сейчас для того, чтобы на затмение посмотреть, не нужно даже голову поднимать. А что нужно? Нужен компьютер с доступом в интернет и определенные знания. Какие еще знания, Алёна? Олег Болдырев сейчас все расскажет и покажет. Запоминай или записывай. Астронавт Крис Хэтфилд перед тем, как отправиться домой на Землю, решил посвятить песню космосу, хоть и не свою. Это видео посмотрели и оценили 18 миллионов землян. Это красивые виды на Землю и звезды, так вдохновляют космонавтов. Впрочем, главное, чем они занимаются, исследует дальний космос, чтобы открыть новые планеты или звезды. И мы, рядовые пользователи интернета, можем им в этом помочь, не только лайками. Большинство космических открытий совершается не профессиональными астрономами, а любителями. Так, астроном-любитель Николай Коперник доказал, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. И было это в 16 веке. Это не только любители астрономии, между прочим, но очень-очень многие люди, которые к астрономии не имеют никакого отношения, они наблюдают космос через веб-камеру, которая установлена на МКС. Потому как сама картинка или то, что вы видите, это не просто нарисовано кем-то или придумано кем-то, это то, что есть на самом деле. Получается, совсем не обязательно копить деньги на мощный телескоп. Достаточно подключиться через интернет к специальным веб-камерам. Вебки транслируют все происходящее прямо с орбиты. Это радует даже такого уважаемого казахстанского астронома со стажем, как Виктор Тейфель. Сейчас уже на многих обсерваториях астрономы не едут, скажем, на гору, где находится большой телескоп. Он может сидеть на расстоянии в тысячи километров от этого телескопа и управлять им так, как он пожелает. Потому что, действительно, ну, в общем-то, тоже практически через интернет такая связь устанавливается. Есть возможность вести наблюдение, ну, можно сказать, не выходя из своего кабинета. Чтобы выйти в открытый космос с помощью интернета, достаточно в поисковике набрать фразу «Космос онлайн». И тот же Google выдаст вам множество сайтов, которые показывают видео из глубин Вселенной. Например, на сайте Geocam.ru любители астрономии могут найти тысячи красочных фотографий далеких галактик и планет. А вот мой любимый сайт – «Космос онлайн.ру». Здесь можно увидеть уникальные снимки туманностей, а здесь их точное расположение на небе. Вот и преподаватель астрономии Наталья Бондаренко все чаще предпочитает земным телескопом виртуальную. Кроме веб-камеры на МКС, существуют еще же камеры у нас. На всех больших телескопах установлены камеры. То есть в режиме реального времени вы можете наблюдать то же, что наблюдают профессионалы. Для того, чтобы подключиться к самым мощным телескопам мира, нужно зарегистрироваться на сайте iTelescope.net и выбрать обсерваторию. В Мексике, США, России. Практически вам открываются все знания мира. Правда, стоить это будет недешево. Одна минута просмотра приравнивается к одному доллару. А это Астрофизический институт имени Фисенкова в Алматы. Здесь можно наблюдать за звездами вживую. Три наблюдательные базы находятся на юго-востоке и севере Казахстана. Благодаря такой махине можно увидеть не только спутники на околоземной орбите, но и ураганы на далеком Юпитере. Но если этот аппарат вам может показаться устаревшим, то в следующем году начнется строительство телескопа нового поколения, который, по словам директора Астрофизического института Казахстана Чингису Амарова, будет управляться с помощью интернета. В следующем году совместно с Южной Кореей будем строить тоже управляемый с помощью интернета телескоп на Ситургенской обсерватории, что позволит не только нам управлять этим телескопом и проводить наблюдения объектов от ближнего космоса, то есть от спутников до квазаров, но и также проводить эти наблюдения позволит другим странам. А вообще любителям звездного неба из Центральной Азии очень повезло. У нас удачное географическое расположение, позволяющее наблюдать за звездами практически круглый год. Поэтому и в Таджикистане, и в Узбекистане расположены по две обсерватории. Но мало получить космические данные, необходимо еще их обработать. К сожалению, таких мощных компьютеров в Центральной Азии нет. На помощь приходят облачные технологии, которые позволяют подключиться к серверам Германии или Китая. Наши сотрудники заходят на их суперкомпьютеры, выполняют моделирование вот этих физических процессов, которые проходят в космосе, и мгновенно получают данные в наш институт. И здесь мы уже смотрим эти данные, строим графики, реанализируем результаты, которые получаются на других суперкомпьютерах, которые находятся совершенно как бы за тысячи километров от нашего института, от других стран. Вот и для того, чтобы искать внеземные цивилизации, понадобятся тысячи мощных компьютеров. Но и тут нас выручит всемирная паутина. Любой желающий может скачать из интернета бесплатную программу Boeing и подключиться к проекту сети. С помощью большого радиотелескопа Варисиба принимаются шумы, приходящие из Вселенной, из космоса. Эти шумы для того, чтобы, скажем, попытаться обнаружить какие-то сигналы внеземной цивилизации, откуда-то приходящие там, от планет, которые находятся вблизи других звезд, а таких планет сейчас открывается множество, то, значит, необходимо анализировать вот эти шумы на предмет наличия в них каких-то упорядоченных сигналов, которые могли бы нести какую-то информацию. Но чтобы одному компьютеру проанализировать трехдневный космический шум, понадобятся сотни лет. Поэтому каждый из нас может внести свою лепту в поиски внеземных цивилизаций, приняв участие в проекте «Сети». И в этой программе сейчас участвуют миллионы пользователей интернета, что существенным образом, конечно, облегчает задачу поиска таким образом сигналов, которые могли бы быть отнесены, скажем, к каким-то цивилизациям. Кстати, «Сети» никак не будет нагружать систему, так как программа работает только при отсутствии баз за компьютером. И не забывайте почаще выходить в интернет, который теперь не только огромное хранилище знаний, но и целый космос. Ой, до этих зеленых человечков можно искать целую вечность. Ааа, теперь я понял, почему ты в последнее время такая злая была. Это просто вспышки на солнце, вон, смотри. Ааа, смотри, вам еще одна только что была, да такая мощная. Ааа, так кажется, мне пора быстро убегать. Слушай, Ален, отдавай твой телефон апгрейдинг. Ты хочешь мне новую модель подарить? Нет, давай на нем сделаем гравировку. Какую гравировку? Ты в курсе вообще, сколько он стоит? Ну, ты сама подумай. Такие, как у тебя, ну их миллионы, это банально. А мы тебе гравировку сделаем и будет только у тебя. Слушай, вот смотри, принеси мне граненый стакан, соль, ложку. И что-нибудь тяжелое, чтобы было потом, чем тебя побить, после того, как ты мой телефон испортишь. Ничего ты не понимаешь. Вон, смотри, Женя сейчас делает гравировку своими руками и ничего не испортит. Мне жутко надоел мой старый и унылый телефон. Сегодня я убью двух зайцев, покажу, как делать гравировку и расскажу, что такое стимпанк. Представьте, что технологии замерли в середине 19 века. Зажигалки и флешки работают на паровой тяге. Компьютеры все еще похожи на старые печатные машинки. Нет, это не кадры из нового фильма. Это вид искусства. И называется он стимпанк. И гравировку я буду делать в том же стиле. Для начала я нашла в интернете вот такую картинку. Для того, чтобы перенести рисунок на телефон, необходимо либо уметь рисовать, либо трафарет. Я воспользуюсь вторым вариантом. И вот наша картинка. Но для трафарета она не подходит, поэтому я обрабатываю ее в фотошопе. Для этого я нашла видеоурок. Делается это для того, чтобы рисунок можно было вырезать и перенести на поверхность, которую мы гравируем. Здесь нужно убрать очень мелкие детали и соединить те части, которые находятся отдельно. Теперь я распечатываю нужного мне размера картинку. Заклеиваю ее скотчем и вырезаю. По этому рисунку я и буду делать гравировку. Далее прикладываем трафарет к крышке телефона и обводим его. Ну вот теперь все готово. Можно приступать к гравировке. Для этого мне понадобится соль, вода, металлический предмет, например ложка, неметаллическая емкость, зубочистка, лак для ногтей, жидкость для снятия лака или ацетон, зарядка для телефона и само изделие. В моем случае это задняя крышка мобильного телефона. Так что права на ошибку у меня нет. Закрашиваем лаком для ногтей ту часть, которая должна остаться целой. Если вы не хотите рисовать, а просто сделать надпись, можно просто нанести ее зубочисткой по свежему лаку. На случай, если с первого раза не получится, разумно будет покрыть лаком только там, где будет находиться рисунок. Так вы сможете стереть и докрасить, а уже потом закончить остальную поверхность. Далее делаем раствор из воды и соли. Чтобы соль лучше растворялась, воду лучше взять теплую. Погружаем в раствор металлический предмет. Берем зарядное устройство для телефона. Отрезаем штекер, разделяем провод на плюс и минус длиной приблизительно 10-15 сантиметров. Красный плюс, значит это минус. Минус цепляем на ложку, а плюс на подготовленное изделие. Ой, как страшно. Внимание! Для безопасности лучше будет воспользоваться изолентой. Если вам нет еще 18 лет, экспериментировать необходимо в присутствии взрослых. Теперь включаем зарядное устройство в розетку. Время от времени вынимаем и проверяем результат. Выключаем. Качество, конечно, отличается от гравировки на специальном оборудовании, но вполне удовлетворительно. Такую гравировку можно делать на любых металлических предметах. Например, на ключах. Когда в связке их много, легко запутаться, какое и откуда. На столовых приборах гравировка поможет, если в семье у каждого своя ложка. А именная зажигалка прослужит вам дольше. Вот все, что мне подпалось под руку. Экспериментируйте и не оставляйте свои вещи без присмотра. Где мои ключи? Где моя зажигалка? Пока. Даник, ты вот только одного не учел. На моем телефоне крышка не снимается. Да? А если мы его полностью засунем в воду? Иди как засуну! Не бойся, маленький, я тебе в обиду не дам. Даник, а вот ты знаешь, чем отличается iPad от iPod, планшет от планшета фона или, скажем, смартфон от фонпада? Ты сейчас сама поняла, что ты сказала? Я-то поняла. А вот ты, я вижу, не знаешь. Видимо, для тебя и будет новый предмет под названием гаджетоведение. Чего? Вот я, если честно, ничего не понял. Объясни нормально. Эксперты предлагают ввести в школах США гаджетоведение. При этом, в качестве примера, они привели Билла Гейтса и Марка Цукерберга, чьи успехи вдохновляют многих школьников. Родриго Арбаледа сравнивал школы в США с заводом, где не учитываются индивидуальные особенности учеников. В качестве положительного примера были приведены образовательные системы в Южной Корее, Тайване и Финляндии, где программирование преподается в школах на очень высоком уровне. А, вот и о чем. Ну, а что, в принципе, неплохая идея, мне нравится. Да? А вот мне так не кажется. А вообще, мы в наших группах в социальных сетях провели опрос, нужна ли дисциплина гаджетоведения в наших школах. Ну, и какие результаты? Ну, в принципе, многие согласны, но считают, что вводить подобные предметы нужно осторожно. Кстати, вы тоже можете оставить свой голос за или против. Ну, а пока вы голосуете, можете заодно посмотреть нашу рубрику «Найдено в сети». Если вы мечтаете о карьере актера и уверены, что заслуживаете Оскар, если вас не пугают трудности, которые наверняка будут, то все точно получится. А мы подготовили для вас список сайтов, с помощью которых жители Центральной Азии смогут узнать о проведении кастингов на самые разные фильмы, телевизионные программы и шоу. Подготовились? Тогда за дело! На сайте крупнейшей казахстанской киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова регулярно публикуются объявления о проведении кастингов на художественные фильмы. Здесь ищут мужчин и женщин, спортсменов и домохозяек, школьников и студентов. И даже если в данный момент вам не подходит ни одно предложение, не расстраивайтесь. У киностудии есть база данных, в которую может попасть и ваша анкета. Правда, услуга платная, ее стоимость около 20 долларов. Фонд развития кинематографа Кыргызстана также размещает объявления о проведении кастингов. И более того, сайт будет полезен молодым режиссерам и сценаристам. В рубрике «Фестивали. Подача заявок» публикуется информация о конкурсах сценариев, мастер-классах и самих фестивалях. Еще один полезный ресурс – сайт кинотеатра «Кыргызский носу», единственного в Бишкеке, специализирующегося на показах фильмов только кыргызстанского производства. Но это не просто расписание показов фильмов в разных городах Кыргызстана. Здесь вы найдете настоящие фотоистории со съемок и, конечно же, узнаете о проведении кастингов для актеров. Чтобы узнать о кастингах в Таджикистане, зайдите на сайт afishadefisnews.tj в раздел «События». Он объединяет новости из мира кино и шоу-бизнеса. Описание фестивалей, акции и объявления о наборе в самые различные проекты – от недели моды до конкурса названия «Лицо компании». Если у вас есть вопросы, комментарии или полезные ссылки, мы будем рады получить их по почте – матрикссобачкаинтерньюс.гз. У нас на этом все. Если что-то не поняли или не записали, ищите на сайте матриксдефисей.тв. Новый выпуск программы ровно через неделю. С вами был Данил Ардаутов. Я Алена Цихоцкая. Пока! Сайт есть, а людей на нем нет. Что делать и как раскрутить свой сайт без больших вложений, разбиралась Алена Цихоцкая. Виртуальная гигиена. Зачем она нужна? И как избавиться от беспорядка в голове? Порядок в мыслях и браузере наводил Олег Болгарев. Не верьте всему, что написано. Точнее, не верьте всему, что написано в интернете. Матрица решила проверить несколько самых знаменитых интернет-мифов. Продолжение следует...